Доброе утро, уважаемые студенты! Сегодня вам будет представлена лекция на тему мышечной ткани. Мышечная ткань – это группа тканей, различных по строению и по происхождению, общей для которых является способность к активному сокращению. Они обеспечивают перемещение тела и его частей в пространстве. На данном слайде мы видим изображение различных видов мышечной ткани. Это гладкая мышечная ткань в стенке желудка. Это поперечная полосатая скелетная мышечная ткань, которая составляет основу мышцы как органа. Имеет поперечную исчерченность. И это сердечная мышечная ткань, которая тоже является поперечно-полосатой в составе миокарда сердца. Классификация мышечных тканей. По морфо-функциональным особенностям мышечные ткани делятся на две группы. Это поперечно-полосатые и гладкие. К поперечно-полосатой мышечной ткани миозиновые филаменты полимеризованы. Образуются активными филаментами, постоянными фибрилами. К поперечно-полосатым мышечным тканям относятся скелетная и сердечная. Гладкие мышечные ткани. Вне сокращения миозиновые филаменты деполимеризованы. К гладким мышечным тканям относятся висцеральная в составе стенок полых внутренних органов, таких как кишечник, желудок, мочеточник, а также воскулярная в составе кровеносных и лимфатических сосудов. Вторая классификация по происхождению. Гистогенетическая классификация. Существует пять типов мышечных тканей по происхождению. Первая. Соматические мышечные ткани развиваются из мезодермы, из миотомов, сомитов. Вторая группа. Мезенхимная. Развиваются из мезенхима. Третья. Мия эпителиальная или эпидермальная. Развиваются из эктодермы. Четвертая группа. Нейральная. Развиваются из нервной трубки. Это материал нейроортодермы. Пятое. Целамические. Развиваются из миопикардиальной пластинки висцерального листка спланхнатома. Это вентральная мезодерма. Характерные морфологические особенности мышечных тканей. Первая. Это удлинённая форма их клеток или волокон. Вторая. Это присутствие специальных органелл, миофибрилл, которые состоят из актиновых и миозиновых миофиламентов. Третья. Большое количество митохондрий в цитоплазме. Четвёртая. Кислород, связывающий железосодержащий белок миоглобин. Кислород, который имеет такую красноватую окраску благодаря присутствию железа здесь. Пятое. Присутствие кальция, содержащих органелл, таких как агронулятная эндоплазматическая сеть или саркоплазматическая сеть. А также кавеолы. Специальные пузырьки. Гистогенез. Волокна скелетной мышечной ткани. Имеется миобласт, который является, имеется стволовая клетка, предшественник мышечной ткани, который подразделяется на два вида миобластов. Первого и второго типа. Миобласты первого типа пролиферируют и формируют миотубулы или мышечные трубочки. Миобласты второго типа формируют миосаталитоциты, которые затем встраиваются в общую внешнюю оболочку с мышечной трубочкой и окружаются затем общие базарные мембраны, формируя такое мышечное волокно. В мышечной трубочке мы видим ядра вначале расположены по центру, центральное расположение их, а формирующиеся миофибрилы периферически расположены. В дальнейшем при дифференцировке мышечного волокна миофибрилы располагаются в центральной части волокна, а миосаталитоциты остаются расположенными периферически. И многоядерное образование миосимпласт формируется из миобластов, которые лишились своих перегородок, таким образом образовав общую цитоплазму. Скелетная мышечная ткань. Структурной единицей скелетной мышечной ткани является мышечное волокно, которое состоит из двух частей. Это миосимпласт, многоядерное образование, которое образовалось в результате слияния многих клеток. Между собой образуется общая цитоплазма и множество ядер. А также клетки миосаталитоциты, которые расположены периферически и встраиваются в общую структуру скелетного мышечного волокна. Базальная мембрана вместе с плазмолемой образует сарколемы. Длина мышечного волокна до 10-30 сантиметров в зависимости от вида мышцы, а диаметр его составляет 50-100 микрометров. Строение миосимпласта. По периферии миосимпласт располагаются ядра от нескольких сотен до нескольких тысяч. В центральной его части локализуются миофибрилы. Цитоплазма называется саркоплазма в миосимпласте. Плазмолема называется сарколема. Агронулярная эндоплазматическая сеть называется саркоплазматическая сеть или саркоплазматический ретикул. В цитоплазме находится большое количество митохондрий. Терминальная или латеральная цистерна саркоплазматической сети вместе с Т-трубочками саркалима образуют триады. То есть две терминальные цистерны и одна Т-трубочка – это триада так называемая. Вот мы видим Т-трубочки – это инвагинацию мембраны внутрь саркоплазмы. А также латеральные цистерны. Вот так называемые триады образуют – одна Т-трубочка и две латеральные цистерны. Скелетное мышечное волокно. Мы видим изображение его. Вот миофиламенты – актиновые, миозиновые, которые составляют миофибрилы. То есть пучки миофиламентов составляют миофибрилы. Миофибрилы располагаются внутри цитоплазмы. По периферии расположено ядро. Строение исчерченной скелетной мышечной ткани. Вот мы видим миофибрилы в продольном сечении и в поперечном сечении. Мы видим, что ядра расположены периферически. В центре имеются миофибрилы. Ядра миосимпласта – это миосателлитоциты, одноядерные клетки, источники регенерации скелетного мышечного волокна. Центрально расположены миофибрилы. Это мы видим схему изображения циркомера, структурно-функциональной одиницы миофибрил. Строение скелетной мышечной ткани. Мефибрилы строго ориентированы вдоль волокна и состоят из чередующихся светлых и темных полос. Светлые полосы называются и дисками, или и затопными дисками. Темные полосы называются а-диски, или а-низотопные. Образованы, соответственно, светлые полосы актиновыми филаментами, темные, толстые миозиновыми филаментами. Но здесь присутствуют частично актиновые филаменты. Это тоже мы позже разберем при изучении структурно-функциональной одиницы миофибрилы, то есть саркомера. Активный миозиновый филамент располагается параллельно друг к другу. И благодаря строгой ориентации миофибрил, поперечная полосатая мышечная ткань имеет поперечную исчерченность. В частности, скелетная мышечная ткань. Разберем строение саркомера. Саркомер является структурно-функциональной одиницей миофибрилы, на уровне которой происходит сокращение. Саркомер – это участок миофибрилы между двумя Z-линиями. Вот Z-линиями. Здесь и здесь Z-линии. И вот присутствует саркомер. Один саркомер, второй. Каждый саркомер состоит из целого диска А. Целого диска А. Вот диск А у нас будет. И половин и дисков справа и слева. Длина саркомера 2,5 микрометра. На данном слайде мы видим также изображение. Вот мы видим А-диск и И-диски. Тонких филаментов или актиновых. В желтого цвете представлены. Это сет молекулы F-актинина. Также здесь имеются регуляторные белки. Вот как в геках, тропомиазин и тропонин. Миазиновые толстые филаменты. Это изображение молекулы. Значит, имеется глобулярная головка. Также хвост. И здесь вот такой соединительный участок, который может изменять свою конфигурацию. Вот мы видим пучки толстых филаментов, в которых головки ориентированы наружу. В пучках. На данном слайде мы видим схему саркомера. Более центрально расположены. Вот пучки толстых филаментов. Где-то по 200 молекул. Они начинаются от линии, которая называется М-линия. То есть здесь связаны пучки толстых филаментов, направлены в противоположную сторону. Здесь мы видим головки их, которые затем будут соединяться с актиновыми молекулами. Значит, между пучками миозиновых мы видим актиновые или тонкие филаменты. То есть они располагаются параллельно к миозиновым. Участки, где расположены только хвосты и нет головок толстых филаментов, образуют аж полоску. Участки, где имеются как толстые филаменты и головки, так и тонкие актиновые филаменты, образуют а-диск. Участки, где имеются только лишь тонкие актиновые филаменты, образуют а-диск. Но в саркомер входит только половина а-диска, одна вторая а-диска с каждой стороны. То есть в центре саркомера целый а-диск и и-диска половины с каждой стороны. Также имеются такие белки, как тетин, которые фиксируют миозиновые молекулы к телофрагме или з-линии. И небулин, который фиксирует тонкие филаменты. На данном слайде мы видим изображение трансмиссионной электронной микрофотографии саркомера, которая располагается между двумя Z-линиями и состоит из одного а-диска. Причем мы видим, что вот M-линия, от которой начинаются только... расположена по центру M-линия, от нее начинаются... имеются здесь только хвосты. Вот этих пучки хвостов толстых филаментов. Более светлые. А участки, где уже имеются как тонкие, так и толстые филаменты, поскольку толстые филаменты здесь содержат головки, то этот отдел будет более темным. Участки хвостов миозиновых молекул составляют H-диск, который входит внутрь A-диска или анизотропного, или темного. Только тонкие филаменты составляют и диск. Здесь только тонкие филаменты актиновые, поэтому он более светлый. фиксируются они по задлинии пучки тонких филаментов, поэтому она более темная, выделяется. И мы видим, что в саркомер входит только половина и диском в состав саркомера. То есть саркомер является структурно-фракционной, единицами и фибрилами. Механизм мышечного сокращения здесь представлен на схеме, что по ксонному мотонейрона подходит импульс к мышечному двигательному окончанию, нервному окончанию двигательному. Это синапс акциональной терминали с мышечным волокном. Изменяется поляризация мембраны, открываются кальциевые каналы и выходит от нейромедиатора в синаптическую щель. В зависимости от нейромедиатора может быть различный вид синапса. Изменяется поляризация по синаптической мембране. И это ведет к тому, что изменяется здесь модернизация мембраны проходит импульс по Т-трубочкам. И затем Т-трубочки связаны с цистернами циркоплазматического ретикулума, образуя, мы говорили, выше триаду. Таким образом стимулируется выход кальция из цистерн в циркоплазму. Кальция затем присоединяется к тропонину С. Регулирующий такой белок тропонин С связывается с кальцием. И изменяется поляризация тропонина. Поляризация тропомиазина. Также открывается миазин, связывающий участок на актиновой молекуле. И головка миазина соединяется с молекулой актином. При этом АТФ расщепляется до АДФ и РФ с образованием энергии. Вот мы видим, что присутствуют кальции в цитоплазме для того, чтобы осуществилось вот это взаимодействие миазиновой головки с актиновой молекулой. При этом происходит сокращение. На этом слайде мы видим, как головки миазина соединяются с актиновыми головками. Это происходит вот так вот поочередно. И при этом актиновые молекулы продвигаются к центру, к М-линии. Происходят сокращения. Когда импус перестает передаваться на скелетное мышечное окно, кальция возвращается в цитоплазматический ретикулум, отсоединяется головка от актиновой молекулы и от актиновой молекулы возвращается в исходное положение. Таким образом происходит расслабление. В процессе сокращения поперечных полосатого мышечного волокна длина актиновых и миазиновых филаментов не изменяется. Происходит их смещение относительно друг к другу. Значит, миазиновые нити выдвигаются в пространство между актиновыми, мы видим, потому что идёт вот такими грибковыми движениями. последовательное соединение актиновых головок с миазиновыми молекулами. Актиновые получаются располагаться между миазиновыми. В результате этого ширина и диска, и H-полоски А-диска уменьшаются, то есть мы видим, что ширина вот H-полоски уменьшилась и ширина и диска тоже уменьшилась. А в то же время ширина А-диска не изменяется, то есть ширина А-диска осталась у нас прежней. То есть уменьшается, укорачивается только и диск, и H-полоска. И длина саркомера тоже укорачивается. Вот мы видим расслабление саркомер, а это уже при сокращении в присутствии кальция и энергетек. Поэтому в мышечной ткани такое большое количество митохондрий. А-диск необходима для сокращения. Но более подробно механизм мышечного сокращения вы изучите на гафедрофизиологии. Основные типы мышечных волокон по соотношению миофибрил, митохондрий и миоглобина. Существует три типа мышечных волокон. Тип первый это красные, медленные, тонические, устойчивые к утомлению, с небольшой силой сокращения, более высокой активностью укислительных ферментов. Содержит большое количество миоглобина. Вот мы видим красный. Большое количество миоглобина, там вот такой интенсивный цвет. Тип второй B это белые, быстрые, титанические, неустойчивые к утомлению. С большой силой сокращения преобладают гликолитические процессы. Содержит малое количество миоглобина. Вот мы видим белое мышечное волокно. И тип второй А промежуточное, быстрое, устойчивое к утомлению, с большой силой сокращения, с активностью окислительных и гликолитических ферментов. То есть промежуточное волокно. в каждой мышце присутствуют все три типа мышечных волокон. Сердечная мышечная ткань. Сердечная мышечная ткань развивается так же, как и скелетная, из мезодерма, но здесь другой участок мезодерма. Если скелетная развивалась из миотома самито, который расположен в участке дорсальной мезодермы по обе стороне от нервной трубки и хорды, то сердечная мышечная ткань развивается из висцерального листка спланкнатома мезодерма. То есть вот этот участок висцеральный листок спланкнатома, потому что спланкнатома вентральном мезодерме есть париетальный листок, а есть висцеральный. И вот вестеральный листок спланхнотома делает такое в виде петли, огибает зачаток эндокарда, который развивается здесь, такая эндокардиальная трубка из мезенхимы, он огибает ее и потом смыкается, смыкается трубка общая, формируется вот мепикардиальная пластинка, этот участок спланхнотома, который затем замыкается в общий зачаток сердца и здесь образуются змеи пикардиальной пластинки миокард и эпикард, ну в данном случае источником сердечно-мышечной ткань является вот миокард, то есть он является как бы тканью, которая содержит в себе кардиомиоциты. Кардиомиоциты развиваются из кардиомиобластов, то есть предшественников более воплощенные клетки, ну вот мы видим кардиомиоциты, которые активно пролиферируют, делятся метозом и затем дифференцируются, приобретают все структурные элементы для дальнейшего функционирования. Структурная единица сердечно-мышечной ткани является кардиомиоцит, различают 5 различных типов кардиомиоцитов. Первое, сократительные или рабочие. Вот мы видим сократительные или рабочие кардиомиоциты. Также есть синусные или пейсмекерные или пейсмекеры, переходные, проводящие и секреторные. Вот мы видим проводящие кардиомиоциты, это клетки Пуркинье. Секреторные кардиомиоциты находятся внутри, вот как бы среди сократительных и имеют секреторный грант. Разберем сократительные кардиомиоциты или темные кардиомиоциты. Они имеют форму цилиндра длиной около 100-150 микрометров и диаметром до 20 микрометров. Содержат одно-два ядра по центру клетки, а вокруг ядер группами, располагаются мифибрилы. Саркоплазматический ретикулум образует латеральное расширение или L-система, формирующаяся трубочками диады, если это одна терминальная цистерна, или триады, если это две терминальные цистерны. Сократительные кардиомиоциты соединяются друг с другом, образуя функциональные мышечные волокна. В области соединения кардиомиоцита выявляются вставочные диски. Строение мифибрил такое же, как и в скелетной мышечной ткани. Вот мы видим на данном слайде структурно-функциональную организацию поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани. То есть это кардиомиоциты, причем они в предсердии более мелкие и цилиндрические, а в желудочках они более крупные и вот иногда ветвятся. Соединяются между собой с помощью вставочных дисков. Справа мы видим цветовую микрофотографию, ядра, вставочные диски и мы видим бречную исчерченность, то есть мифибрилы. Вставочный диск. Вставочный диск имеет на схеме вот здесь, а вообще на электронограмме трансмиссионной вот вид такой светлой полоски, в которой участки вот неровно, в виде неровной линии соединятся друг с другом, в виде таких вот так называемых интердигитаций или впячиваний. Кроме того, здесь существуют участки такие пятна сцепления или дисмосома, а также щелевой контакт или нексус. В области нексуса идет транспорт ионов от одной клетки к соседней клетке. Также мы видим вот здесь вот на схеме мифибрилы. В кардиомиоците большое количество митохондрий. Это мифибрилы, в которых четко выражены диск А и диск И. И вот это является циркомером участок между двумя линиями, в которых включает в себя один диск или темный и половины и дисков светлых. Атипичные кардиомиоциты. К ним относятся клетки, проводящие системы сердца, так называемые светлые кардиомиоциты. Они на световой микрофотографии выглядят светлее, эксцитоплазма светлее, чем сократительные кардиомиоциты. К клеткам, проводящие системы сердца, относятся прежде всего синусные или пейсмейкерные кардиомиоциты, которые еще называют водителями ритма. Они расположены в синусах, то есть это узлах в правом предсердии. Это узел синатриальный, атривентрикулярный. Эти кардиомиоциты воспринимают управляющие сигналы от нервных волокон. То есть здесь расположено лентрамуральное вегетативное нервное сплетение в оболочке сердца. Они воспринимают сигналы от них и в соответствии с этим изменяют ритм сократительной деятельности. Пейсмейкеры передают управляющие сигналы на переходные кардиомиоциты, от которых сигнал поступает на проводящие кардиомиоциты, такие как пучок гиса, волокна Боркинье, а затем на сократительно рабочие кардиомиоциты, которые уже сокращаются. Мы видим расположение вот этих синусных кардиомиоцитов, которые располагаются в синатриальном узле в правом предсердии. От них импульсы подходят к отревентрикулярным узлу, находящимся вот в районе межпредсердной перегородки и правой предсердной желудочкой перегородки. От них уже дальше импульсы идут по вот межпредсердной перегородки, затем образуя ножки гиса, правая левая ножка гиса и разветвляя в желудочках волокна Боркинье через переходное на сократительное. Кроме того, что вот эти синусные или пейсмекеры могут передавать сигналы от вегетативно-нервной системы, затем регулируя таким образом сокращение, еще имеются такие свойства, как автоматизм, то есть они способны сами передавать импульсы без участия нервной системы, даже какое-то время к автономному производству импульсов. Кроме того, мы видим, что вот у нас сократительные кардиомиоциты располагаются как в желудочках, так и в предсердии, но по распространению импульса происходит сначала сокращение предсердии, затем сокращение желудочков и затем идет общее диастолорасслабление. То есть такой вот синусный ритм сокращения сердца. На него влияют, кроме того, что нервные импульсы, ну кроме того, какие-то факторы, которые позволяют усиливать сердцебиение или уменьшать сердцебиение. Это, например, вот при повышенном уровне адреналина крови то же самое, очищается сердцебиение. В каких-то стрессовых ситуациях то же самое. Ну и, конечно же, нарушается ритм сердца при каких-то патологических состояниях сердца. К атипичным относятся также секреторные кардиомиоциты, которые являются как бы разновидностью сократительно, и они были открыты сравнительно недавно. Среди сократительных кардиомиоцитов были найдены кардиомиоциты с большим количеством. Секреторные гранулы были изучены, и было выяснено, что они относятся к гормонопродуцирующим клеткам, вырабатывают гормоны довольно важным для организма. Значит, находятся эти секреторные кардиомиоциты в предсердиях, вырабатывают предсердный натриозический фактор или кардиодилатин, циркулирующий в крови в виде кардионатрина. Этот фактор участвует в регуляции мочеобразования, а также кровяного давления и других процессов. Вызывает сокращение гладких миоцитов артериол, увеличивает почечный кровоток, ускоряет клубочковую фильтрацию и выделение натрия. То есть он, в общем-то, натриоуретический фактор. По названию понятно, что это натриоурез, это выделение натрия с мочой. Таким образом он регулирует и водно-электролитный баланс и также кровяное давление. Гладкая мышечная ткань развивается из мезонхима, преимущественно мезодермального происхождения. Структурной единицей гладкой мышечной ткани является гладкий миоцит, имеющий, видите, на видную форму. В гладком миоците одно ядро, мы видим, удлиненное. Клетка довольно удлиненная, длина гладкого миоцита около от 20 до 500 микрометров, а диаметр в области брюшка 5-8. То есть эта клетка очень такая узкая, но довольно длинная иногда бывает. Ядро расположено по центру, вот мы видим на поперечном срезе, расположено по центру ядро. Ну и их отсутствует, то есть естественно миофибрила, поэтому она и гладкая. Это мышечная ткань, то есть здесь нет упорядоченного расположения вот актиновых и миозиновых филаментов. Слева мы видим схему, схематическое изображение гладкого миоцита. Вот ядро располагается по центру. Также здесь есть так называемая плотная тельца, которая фиксирует актиновые филаменты. Вот здесь актин миозиновый комплекс фиксируется в цитоплазме, в саркоплазме. Имеются кавиолы, в которых находится кальций. Справа мы видим трансмиссионную электронную микрофотографию гладкого миоцита, вот ядро из цитоплазма. Также гладкая мышечная ткань бывает эпидермального происхождения. Это, например, миопитериальной клетки желез. Либо такие корзинчатые миопитериальные клетки, которые находятся в секреторном отделе желез и имеют сократительные филаменты, сокращение этих клеток способствует выделению секрета желез в проток. То есть они присутствуют там, где присутствуют железы, но железы только эпидермального происхождения. Такие как слюные железы, такие как молочные железы, вот, и такие как потовые железы. Гладкая мышечная ткань нейрального происхождения развивается из нейрального зачатка внутреннего слоя глазного бокала. То есть это нейрооктодерма. Структурно-функционная единицей мышц радужки является гладкий миоцит или миопигментоцит, в цитоплазме которого находятся сократительные миофиламенты. Значит, эти миоциты образуют две мышцы радужки. Это мышца суживающий зрачок, мускулеосфинктор пупиля, и мышца расширяющая зрачок, мускулеосфинктор пупиля. Таким образом регулируя ширину зрачка, диаметра зрачка. И вот именно мышца суживающий зрачок стимулируется парасимпатической нервной системой и защищает сетчатку глаза от избыточного света, например. Сократительный аппарат гладкомышечных клеток представлен филаментами актина, образующими трехмерную сеть, рядом с которыми располагается маномер миозина. Вот мы видим актиновые филаменты, фиксированные на плотных тельцах, и между ними миозиновые филаменты. Формируется актино-миозиновая сеть. Но, как мы видим, располагаются эти структуры в различных направлениях, не расположены параллельно, поэтому поперечная черчина здесь отсутствует в гладком миоците. Миофибрилы существуют в поперечно-полосатых мышцах постоянно, а в гладких они образуются только лишь в момент сокращения, которое происходит вследствие поступления сигнала от нервных клеток. То есть тоже по нервно-мышечным синапсам подходит сюда сигнал со стороны вегетативной нервной системы и формируется только в результате сокращения этих миофибрилов. Под воздействием медиатора плазмолиями миоцитов образуются кавиолы, то есть пузырьки, которые путем эндоцитоза поступают ионы кальция, вызывающие полимеризацию мономера миозина и его взаимодействие с актиновыми молекулами. То есть происходит сокращение гладкого миоцита. Регенерация мышечной ткани Поперечная скелетная мышечная ткань регенерирует за счет деления миосатолитоцитов. В сердечной, исчерченной мышечной ткани возможна регенерация на основе внутриклеточных гиперпластических процессов. Происходит полиплоизация ядер, то есть полиплоидные ядра, увеличивается количество хроматина, а также формирование многоядерных клеток. Регенерация гладкой ткани только внутриклеточная, то есть очень слабая регенерация гладкомышечной ткани. Строение мышцы как органа. Мышца как орган построена из скелетных мышечных волокон поперечно-полосатых. И пучки этих поперечно-полосатых мышечных волокон окружаются системой сенотканных компонентов. Скелетное мышечное волокно, окруженное слоем рыхлой волокнистой сеноткани, которая называется эндомизи, непосредственно окружает одно скелетное волокно. Пучки этих волокон окружены довольно толстым слоем рыхлой волокнистой сеноткани, которая образует перемизии и образует прослойки между этими пучками. И снаружи мышцу окружает эпимизия, плотная волокнистая сетноткань. В этих участках сетноткани, в эндомизии, перемизии, проходят сосуды и нервы. Снаружи мышцу окруженную эпимизием, еще вот она окружается фасцией мышцы. Это самый наружный листок, это фасцией. Таким образом, гладкая мышечная ткань входит в состав стенок органов, таких как желудок, кишечник, мочеточник, мочевой пузырь, гибанточная труба и многие другие. Также в состав сосудов кровеносных и лимфатических. Сердечная мышечная ткань входит в состав стенки сердца, миокард, прежде всего как скелетная, так и сердечная, относятся к поперечно-полосатым. И поперечно-полосатая также формирует органы. То есть такие органы, как бицепсы, трицепсы и другие органы, которые нервируются соматической нервной системой. То есть происходит сознательное сокращение. Гладкая мышечная ткань и сердечная мышечная ткань регулируются в вегетативной нервной системе, симпатической и парасимпатической. Таким образом, здесь происходит бессознательная регуляция. Эти органы, которые содержат такие ткани, сокращаются независимо от нашего участия, нашего желания. То есть они сокращаются автономно. Вот в этом разница между функционированием различных видов различных мышечных тканей. На данном слайде мы видим миофибрилы. Вот эндомезия окружает пучки миофибрил. И перемезии. Значит, эндомезии миофибрилы. Эпимезии пучки миофибрил. Здесь мы видим, располагаются как сосуды, так и нервы. И эпимезии, всю мышцу. Снаружи мышца покрыта капсулой. Фиксируется сухожилием кости. И возможны сокращения ее. На этом наша лекция закончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...